На днях детвора попросила сделать суши, но я пошел легким путем и заказал небольшую порцию. Посмотрел и решил сегодняшний ролик сделать немножко в шуточной форме, переделать рецепт и сделать все по-своему, на свой лад. Но в итоге получилось очень вкусное блюдо. Всем привет! Сегодня попытаемся сделать куриные суши. А впрочем, досмотрите до конца и вы увидите, что у меня получилось. Итак, для начала нам нужно подготовить все продукты. Первым, что я сделал, это я взял плавленый сырок и стараемся его нарезать на вот такие небольшие, не толстые полоски. Дальше я взял два малосольных огурчика и тоже их нужно постараться нарезать на полоски. Что-то похожее, как мы нарезали сыр. Ну и конечно же мы будем использовать куриную грудку. Куриная грудка у меня была запеченная. Я взял половину куриной грудки из целой запеченной курицы. Как очень вкусно запечь курицу, ссылка выскочит в уголке. Куриное филе тоже нужно будет постараться нарезать на полоски, но забегая наперед, скажу вам, делайте немножко толще, нежели делал я. И вот так я понарезал сыр, курицу и огурцы. Дальше мы сделаем заправку к рису, точно так же, как делают заправку для хороших настоящих суши. В 100 мл кипяченой холодной воды я добавил 1 чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. Сюда же нужно добавить будет 1 чайную ложку рисового уксуса, но так как у меня нету рисового, я добавил яблочный уксус. После того, как все в воду подобавляли, аккуратно нужно все размешать до тех пор, пока соль и сахар растворятся. Затем мы берем отваренный рис и вот эту воду, что мы намешали с уксусом, сахаром и солью, отправляем в рис. Но смотрите, не переборщите, добавляйте понемногу, чтобы все получилось отлично. Так как я впервые буду делать такое блюдо, я добавляю по чуть-чуть, отправил примерно половину. Затем берем рис и просто хорошо перемешиваем рис. Для приготовления суши нужен бамбуковый коврик, так как у меня его нет, я буду просто использовать пищевой целлофан. Ну и самое основное, что использовать в приготовлении, это водоросли нори. А мы будем использовать обыкновенный лаваш. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Для того, чтобы во время сворачивания лаваш не лопнул, я взял кисточку и обыкновенную воду. Просто вот так вот смачиваем лаваш. Затем на лаваш равномерным слоем толщиной примерно около 1 см нужно распределить рис. Но распределяйте так, чтобы с дальней от вас стороны примерно 1,5 см рисом не было заполнено. Точно так же, как в настоящих суши. Далее мы берем несколько ломтиков куриного мяса и несколько ломтиков сыра. Аккуратно их вот так вот по центру риса нужно будет разложить, чтобы получилась как будто бы ровная полоса. Еще раз промазываем пустой край лаваша водой. Ну а после этого нам нужно постараться свернуть аккуратную красивую плотную трубочку. Ролл, как они называют. И только вот сейчас я понял, почему они используют бамбуковый коврик. С помощью бамбукового коврика это все было бы намного проще и намного легче уплотнить. Так как нужно все хорошо очень уплотнить, чтобы получилась очень плотная и ровная трубочка. Так как я делал вот это все впервые, я думаю, что у меня получилось неплохо для первого раза. Дальше точно таким же образом я постарался сделать еще один ролл, но начинка была курица и огурец. И еще я сделал начинку курица, огурец и сыр. Все начинки, которые я нарезал, запихнул в один ролл. А сейчас в конце ролика посмотрим, что у меня получилось. Итак, берем уже готовые роллы, берем нож, хорошо смоченный в холодной воде. И стараемся вот так вот ровно нарезать. Нож смачиваем в воде для того, чтобы не прилипал рис. Как по мне, то все нарезается даже очень хорошо и получается действительно похоже что-то на суши. Берем тарелочку подходящую и аккуратно раскладываем точно так же, как раскладывают суши. Ну что ж, друзья, вот как-то так у меня все получилось. Первый ряд это курица с сыром, второй курица с огурцом, а третий это все вместе курица, сыр и огурец. Я вам скажу, что по виду получилось неплохо. Конечно, для первого раза не все так плотно, но если честно, я вначале думал сделать шуточный ролик. Так сказать, как будто бы пародию. Но после того, как я попробовал, я вам скажу, что это блюдо имеет место быть. Единственное, что нужно более толстыми кусками понарезать курицу, сыр и огурцы. А так получилось все просто великолепно. Я просто сам не ожидал, что получится такой хороший результат. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Пишите в комментариях свое мнение. Ну а я обязательно доведу это блюдо до ума. Как-то еще сделаю один такой ролик, но уже с более подробным и более правильным рецептом. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня.